Итак, всем привет ребят, с вами Император Пайм. И сейчас будет рассказ о второй части по премиум танкам в игре War Thunder. Первую часть я снимал именно для любителей средних танков. То есть людей, которые любят большой быстрый геймплей. Которые любят быстро занимать позицию, стрелять с этой позиции, ждать врагу пока. Тяжелые танки двигаются к направлению точек. И естественно также вначале брать быстро точки по сравнению с тяжелыми танками. Теперь же часть будет связана с тяжелыми танками. Для тех людей, которые именно выбирают тяжелые танки. Но не только, а также о том, чье мнение игроков, в принципе вообще всех игроков. И в том числе многих видеоблогеров является, что выбирают в принципе геймеры War Thunder именно по премиум танкам. Поэтому, что в первую очередь, ребят. Начну рассказ с ИСа 6. Так как я, перед тем, как начать играть в War Thunder, я выбирал сам, какой премиум танк приобрести. И я вам скажу сразу, я выбирал между ИСом 6 и Т-29. Вот. Что в принципе и выбрал в данный момент ИС 6. Ну и что же, перейдем к ИСу 6, так как этот танк является одним из самых лучших и в топе по продажам. Что у него есть такого? У него 11.8 скорость поворота башни. Ну, в принципе пойдет. Время, точнее вертикальные углы наводки. Это, конечно, самый большой минус. Минус 3 всего лишь. Пушка гнется и все. Очень, конечно, плохо. Время перезарядки 18.7. Тоже очень долго. Но при этом, мне танк этот понравился тем, что, во-первых, его вид. Это первую очередь. Второе, ребят. Второе, это то, что этот танк просто чертовски, короче, выживаемый. Сколько по мне стреляют. Сколько по мне всего рикошетит. Это просто жестяк, короче. И он выдерживает и стреляет, падла. И едет еще. Поэтому, несмотря на вот такой вот геймплей, как бы выехал аккуратненько, влупил, откатился назад и на перезарядочке сидишь, ждешь с моря погоды. Как бы, вот так. Чтобы уничтожить следующего врага. Геймплей такой более-менее. Поэтому это именно для тех, которые на тяжелых танках. По броне танк, ребят, довольно такой неплохой. Здесь приведеночка так ничего не там за 200. То есть, ну, как бы рикошетит. Рикошетит от НЛД. Даже бывает от ВЛД. Хотя, не знаю, тут, в принципе, очень мало. Но приведенка тоже 200. И именно рикошетная такая штука, от которой будут по рангу, во-первых, слабее. Танки, я вам скажу, что будут рикошетить конкретно. Особенно от башни тоже, от краев башни и все остальное. Ну, и слабым местом является, конечно же, маска. Ее надо, как бы, ребятки, беречь. Потому что в нее частенько стреляют. И, как бы, критуют и пушку, и все остальное. Но, тем не менее, также, помимо этого, у него есть обалденный пулемет. ДШК, который 12,7 мм. Калибр пуль, который тоже наносит охрененный урон. Поэтому и тоже и критует, и членов экипажа выносит. И что является одним из самых лучших премтанков в этой игре. Следующий премтанк, конечно же, ребят, мы переходим. И это Т-29, который я тоже решил приобрести. Ну, еще, как бы, думаю, что приобрести. Я поэтому жду ваших советов, чтобы вы мне посоветовали. Ну, не знаю, хотелось бы как-то один что-то тяжелый, один какой-то средний. А может, два и тяжелый, даже не знаю. Еще в раздумье. Поэтому переходим к этому танку. И что же у нас есть? Здесь есть 10,7 скорость поворота башни. Чуть медленнее, чем у ИС-6. Минус 10 УВН, что делает его просто шикарным. Шикарным. Шикарным в том плане, что ИС-6 может только продавливать направление, в основном, касающееся города. Ему надо просто только в город ехать. На всякие холмы на ИС-6 не советую ехать вообще, потому что вас там, скорее всего, изнасилуют. И вы там будете крутиться, откатываться. Пушки не хватает, чтобы опуститься. И, в общем, будете страдать. Поэтому на поля не суетесь. Но Т-29 это все по барабану. Потому что он может продавливать любые направления. Может брать любую точку А, Б, С. И независимо, если это город, это холм. Потому что у него минус 10 УВН. Сами понимаете. Плюс перезарядка 16,3. Это тоже дает классный эффект. Против 18,7 у ИС-6. И здесь как бы преимущество за Т-29. Поэтому это тоже один из самых классных танков. Тем более, довольно неплохая пробиваемость 248. Шьет он все и вся. Толщина брони башни 203. Что дает возможность башне ребят танковать. И это, конечно, тоже офигенское такое преимущество. В этом плане. Маска тут вообще за 300. Тут вообще похрен как бы ему. Иногда бывает случай такой, что даже в этот ВЛД не шьет. Не знаю каким образом. Но как-то вот так вот бывает, ребятки. Такие моменты отлетают. Фантастика, но тем не менее она есть. Так что это один из следующих принтавков, которые самые лучшие. Ну что, переходим к следующему премтанку. И следующий премтанк, который выбирают игроки. Это, я считаю, Тигр-2. Тяжелый танк. Очень такой, ребятки, танк. Вот такой он вид. Я, когда его встречаю на ИС-6, эта падла как-то тяжело пробивается. Если честно, на ИС-6. И здесь тоже пробивает 232. Такая неплохая. Здесь у нас 11.3 поворот башни. Что уже, в принципе, после ИС-6. Довольно неплохо поворачивает. Минус 8 УВН. Очень неплохие УВН, ребят. И 11.1 КД. Что лучше, чем у ИС-6 и Т29. Поэтому, скажем так, вот толщина башни 185, конечно. У Т29 поменьше. Но, тем не менее, я скажу, офигенский танк. Офигенский, в принципе. Ну, хотя его не все, на самом деле, покупают. Все, в основном, покупают вот эти вот ИС-6 и Т29. Поэтому вам, как бы, я бы посоветовал бы, наверное, вот Т29. Хотя на выбор, самый выбор. И тот, и тот очень данный. Это третий танк, который вот довольно неплохой, ребят. Поэтому тут все зависит от вас. Какой вы выберете. Здесь тоже очень рикошетного много чего. И привиденочка. Вот. Поэтому в масках вот тоже здесь как-никак. Но, блин, очень мощная. Ну, вот так вот. Вот такие вот самые лучшие премтанки. Остальные я даже рассматривать не буду. Потому что и смысла нету. Там ничего толкового больше нету. И вот поэтому я, когда начал играть в War Thunder, я выбрал в первую очередь ИС-6. Пускай там ОВН, пускай там еще что-то. Но это да. Это да. Это является одним из лучших премтанков. И также Т29. Ну, на этом я закончу. Опять же скажу, что предыдущие видео снято было по средним танкам. В основном. Хотя там я не только про средние танки, конечно же, рассказывал. Там было и про тяжелые, и про средние. В общем, в принципе, там было. Поэтому здесь решил именно для тех людей, которые играют и которые очень важно мнение, которые самые лучшие на самом деле премиум танки. Но опять же, мое мнение может на ваше не похожее мнение. Вот. Поэтому пишите, конечно же, комменты и тому подобное, что вы считаете одними самым лучшим. А на этом все. Всем спасибо. С вами был Император Прайм. Да пребудет с вами Сила Прайма. И в конце видео я оставлю вам ссылочку на видосик, чтобы вы тоже посмотрели, если вам интересны средние танки. На этом все. Всем пока. Удачи-удачи, танкисты. Субтитры сделал DimaTorzok